Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дмитрий Туркан. И сегодняшнее видео, оно будет очень полезно как профессиональному флористу, так и человеку, который только становится на этот путь. За весь опыт своей работы, это более 25 лет, я создал свою градацию уровней флориста. То есть, с чего он начинает и куда может прийти. И сегодня я хотел бы поделиться с вами как раз этими уровнями. И вы для себя можете сами себе ответить, на каком уровне находитесь вы и какому уровню хотите прийти через, допустим, один год, через два, через пять, через десять лет, а может быть через три месяца. Выбирайте сами. Но это станет для вас таким хорошим ориентиром на вашем пути во флористику. Если у вас есть желание с головой упасть в этот мир флористики, то я рекомендую вам начать свой путь с помощника флориста. Это тот человек, который приходит в цветочный магазин, в салон и занимается самой такой вот обычной рутинной работой. Это зачистка цветов, это мытье ваз, подметать, мыть стекла. Вот всякая такая вот работа, как на кухне. Она доверяется помощнику флориста. И в этой должности примерно нужно находиться около трех месяцев. То есть через три месяца уже можно смотреть на свои результаты, то, что вы умеете делать, то, что вы научились создавать за это время и дальше уже смотреть, куда вы можете идти дальше. Если вы чувствуете, что вам мало этих трех месяцев, то дайте себе еще какое-то определенное время, месяц, два, три и также продолжайте работать в должности помощника флориста. И опять остановитесь, посмотрите, чему вы научились и дальше уже можно думать, чтобы идти на повышение. Следующая ступень – это флорист-продавец, если мы говорим про цветочный магазин. И здесь, конечно же, у человека появляются больше ответственности. Это умение работать с клиентами, это умение коммуницировать с ними, это умение работать с кассой, с накладными, со всеми вот этими текущими делами, которые имеются в цветочном магазине. И здесь, помимо сопутствующих занятий, которые я сейчас озвучил, здесь вы уже можете раскрывать свой творческий потенциал, начать формировать свой собственный узнаваемый стиль во флористике, если у вас, конечно, стоит такая задача в голове. И этот путь, он, конечно, не короткий, он длинный, здесь каждый день необходимо обучаться чему-то новому, чтобы вы смогли раскрыться в полной степени. Ведь напоминаю вам, что флорист – это многозадачная такая профессия, где вы должны уметь делать много разных вещей, но которые в совокупности и дают возможность двигаться и развиваться дальше. И здесь, если говорить о временных рамках, то примерно минимум один год необходимо работать именно флористом-продавцом. Можно, конечно, и больше, 2, 3, 5 лет, 10 лет, но минимум один год. И после этого вы опять ставите себе новую задачу, опять же, если хотите, и идете к ней. Следующая ступень – это флорист-декоратор. Здесь мы уже уходим от цветочного магазина и занимаемся более глобальными проектами. И здесь как раз такая простор для людей, которые мыслят масштабно, у кого хорошо с представлением, с воображением, кто умеет чертить, кто умеет рисовать, потому что все эти навыки вам здесь пригодятся. И здесь, конечно же, открываются невероятные возможности для реализации ваших задумок. И если говорить про флориста-декоратора, то, конечно же, я рекомендую вначале поработать в команде с другими флористами-декораторами на проектах, то есть, знаете, так прям пуститься в бой. И не нужно начинать работать флористом-декоратором сразу же с первого проекта. То есть это достаточно ответственное такое мероприятие, поэтому не спешите отправляться в одиночное плавание флористом-декоратором, а поработайте в команде с другими более профессиональными флористами. Ну, примерно дайте себе срок, один сезон, один сезон – это один год. Следующий этап, если вы хотите на него подняться, это владелец цветочного магазина. Здесь уже, наверное, будем говорить больше о команде, о каких-то бизнес-направлениях. И здесь, конечно же, если вы готовы пожертвовать творчеством, готовы дать больше дорогу именно своей предпринимательской жилке, то вам подойдет именно эта ступень, потому что очень много дел, очень много текучих дел, связанных с команднообразованием, с налогами, с арендами, с развитием, с фотографами. То есть все-все-все это ляжет на ваши плечи. И у вас, к сожалению, не останется больше времени на то, чтобы заниматься творчеством и просто для себя собирать букеты. Ну, максимум, наверное, один раз в неделю вы сможете себе позволить несколько часов для того, чтобы собрать букеты для своих постоянных клиентов. Следующая ступень, которая может вас вывести от помощника флориста и выше, это преподаватель флористики. Здесь, конечно, уже другой абсолютно мир. Ты уходишь в абсолютное творчество, ты уходишь в общение с людьми, и здесь начинается новый этап развития. Ведь уметь что-то делать и объяснить, как это делать, это две абсолютно разные вещи. И хочу сразу вас немножечко приземлить на землю. Если ты умеешь много чего делать, то не всегда, в очень даже редких случаях, у тебя есть такая возможность, желание, жилка, чтобы передавать с легкостью эти знания другим. Ведь передавать знания другим – это большая ответственность перед людьми, которые пришли к тебе для того, чтобы эти знания получить. И здесь все-таки необходимо обладать широким сердцем, чтобы щедро делиться информацией, которая у тебя имеется за долгие годы опыта работы в этой сфере. Мир не стоит на месте, все течет, развивается. Также и появились новые градации в профессии флориста. Есть такое понятие, как флорист-фрилансер. То есть это такие флористы, которые работают от проекта к проекту. Допустим, в салоне, в большом красивом салоне 8 марта не хватает свободных рук. И приглашают как раз таких флористов-фрилансеров, которые ни к чему не привязаны и готовы сотрудничать с вами, допустим, на неделю 8 марта. Также флорист-фрилансер может участвовать в каких-то больших проектах под управлением старшего флориста. Допустим, выездные свадьбы, выездные какие-то мероприятия, либо свадьбы в своем городе, когда нужны флористы только непосредственно на проект. И такая возможность, такой уровень развития, конечно же, дает вам большую свободу, свободу в передвижениях, а также свободу в самовыражениях, потому что вы сами выбираете свой путь. Скажу сразу, что такой уровень подходит не всем флористам. Кто-то любит знать, что у него есть постоянное место работы, приходит утром, вечером уходит. И такое вот постоянство и стабильность. Флорист-фрилансер – это, конечно же, более такая свобода, как я уже говорил. И, конечно же, нет такой постоянной уверенности в заработке, потому что в один месяц вы можете заработать деньги, в другой месяц, когда нет никаких мероприятий, нет ничего такого, вас не будут приглашать, и вы будете заниматься своими делами, не связанные с флористикой напрямую. И следующая такая современная градация во флористике – это флорист-фрилансер. То есть это человек, который задает тренды. Могу сказать, что таких людей немного, буквально считанные единицы, но это хороший такой стимул для того, чтобы расти и развиваться. Это люди, которые создают тренды для других флористов. Это люди, которые участвуют в фотосъемках, участвуют в конференциях, участвуют в таких вот, знаете, масштабных мероприятиях, где собираются другие инфлюенсеры, общаются, коммуницируют, пишут статьи, дают интервью. То есть такая больше, наверное, общественная деятельность по привлечению внимания к профессии флорист и по привлечению внимания к трендам, например. То есть такая достаточно интересная, но очень сложная, сложный уровень развития во флористике. И если вы хотите начать развиваться именно в этом направлении, то он очень хорошо подойдет как раз блогерам, флористам-блогерам, у которых есть свои блоги либо на YouTube, либо в Instagram, либо ВКонтакте, в любой социальной сети, где есть своя уже большая аудитория, чтобы вы могли выдвигать свои идеи, свое видение наружу и, соответственно, уже там обсуждать это со своими подписчиками либо со своими коллегами. Если вы только начинаете свой путь во флористике и хотите плавно пройтись по всем стадиям, нигде долго не задерживаясь, а развиваясь и становиться профессионалом, то я вас приглашаю на курс для начинающих флористов азбука флориста, который как раз вам даст все навыки, все умения для того, чтобы взлететь как ракета по флористике. Друзья, ссылка на курс на азбуку флориста находится сразу под видео вот здесь и, конечно же, по традиции нажимаем на лайк, пишем свой комментарий, напишите, пожалуйста, в комментариях, кем вы ощущаете, кто вы сейчас в профессии флорист, кто вы на уровнях флористики. Очень интересно посмотреть, какая у меня аудитория здесь в YouTube. Дорогие друзья, с вами был Дмитрий Туркан, я желаю вам всего самого хорошего, креативности, успехов, уверенности и всего, с чего вы сами себе пожелаете. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok